Здравствуйте, драгоценные мои друзья! Это видео для рыцарей каравана или для тех, кто готов им стать. Поступило мне, друзья мои, множество сообщений о желании, о готовности людей, мужчин и женщин стать рыцарем каравана. Некоторые предложения, ну то есть пожелания, протянутую руку, я некоторым этим рыцарем или потенциальным рыцарем сделал это предложение, кто-то из них согласился, кто-то идет своим путем, это вполне естественно, поэтому жизнь, жизнь это поток. Поэтому вчера и сегодня, да, то есть целый, вот целый коктейль вот этих энергий, друзья мои, я пропускаю через себя и чувствую. Где-то это гордость, где-то это разочарование в чем-то, но вот это вот поток, то есть запустить этот поток, открыть эту створку, которая долго держалась, важный фактор. Да, друзья мои, действительно это видео не для всех, хотя опять же, посмотрят все и каждый там выскажет свое суждение. Уже это всколыхнуло, друзья мои, и врагов, наших с вами врагов, и друзей дало им надежду и свет. Это замечательно, это замечательно. Как бы процесс начал двигаться. И посмотрим, что из этого получится. Да, ничто не предопределено в этом мире. Хотя мы можем чувствовать тенденции, но определенности нет. Любой проект начинается и может быть длится долго, длится веками, как, к примеру, проект Кремлевского демона. Было начало и было конец. Сегодня я расскажу об этих, о том, потому что сегодня некий день такого праздника, день народного единства. Праздник, конечно, в чем-то формальный, искусственный, но все равно в нем присутствует и мистическая составляющая. Ну что ж, друзья мои, рыцари каравана. Ну, во-первых, те, кто уже с готовностью сказал, все, запишите меня в это, так сказать, воинство. Друзья мои, конечно, нужно пройти некоторые испытания, некоторый опыт. В том числе и опыт публичности. Поэтому для тех, кто хочет проявить себя, показать свои достоинства и, может быть, и недостатки, нужно пройти опыт публичности. А для этого нужно начать делать какие-то видео, чтобы и вы ощутили вот этот вот напор, потому что опыт публичности бывает жесток. И не каждый его выдерживает, абсолютно не каждый. И поэтому от готовности, да, я готов, до страха и сказать, ой, нет, это не по мне. То есть, если вы берете на себя и плюсы, и минусы этого, ну, это не должность и не звание, это просто некое состояние души, некую вот эту вот обязанность больше, наверное, перед своей душой стать рыцарем каравана. Значит, нужно пройти и этот опыт. Поэтому просто так. Желание хорошо. Но должна быть еще и внутренняя сила. Потому что кто-то созрел для этого, кто-то нет. Поэтому, драгоценные мои друзья, те, кто желал этого, ну, сделайте шаги в этом отношении. Попробуйте сделать видео, рассказать, почувствовать себя и принять на себя удар. Потому что люди, которые, которых, ну, во всяком случае, дядюшка Мистик сделал это предложение, они прошли опыт достаточно серьезной публичности и борьбы, и нападений. Потому что рыцарь каравана должен уметь защищать и себя, и тех, кто доверился ему. Это важно. И быть в чем-то и защитником, и нападающим. То есть, уметь идти по следу, смотреть, чувствовать, ориентироваться на себя и делать какие-то действия. Это важно. Ну, драгоценные мои друзья. Да, вот. Для начала я открыл закрытый чат. Открыл закрытый чат, да, какая-то в WhatsApp. И там, ну, приглашенные люди, рыцари каравана уже в буре страстей. Друзья мои, я вот эту вот энергию я воспринял и чувствую у многих и эйфорию, и неуверенность в себе. Самое главное, да, достичь целостности внутри себя. Эти люди уже, в принципе, готовы. Да, задача рыцаря каравана – уметь работать в одиночку, но и научиться работать в команде. Вот это важный фактор. Это тоже некая аскеза. Научиться преодолевать свою гордыню, научиться слушать других, получать из их энергетики, осознавать где-то свои слабости, свою силу. Вот это важный фактор – научиться работать в команде. Не просто в команде, а в магической команде. Это тоже фактор обучения. Обучение на практике. Уметь противостоять, защищать себя и уметь защищать других. Даже, может быть, людей или существ, которые кажутся вам, ну, может быть, слишком слабыми, может быть, глупыми. Но брать на себя ответственность, на своих внутренних весах взвешивать. Можете ли вы, в первую очередь, достигать какой-то целостности, а во-вторых, научиться эту целостность передавать другим? Пока, я вижу, многих штормит. Крепко штормит. И цель вот эта наша, ну, в чем-то действительно сделать следующий шаг на пути знания и энергетики. Научиться владеть своей энергетикой и помогать другим. Тем, кто может и тем, кто не может. Поэтому, друзья мои, двери в рыцаре каравана еще открыты. Но это не просто клуб по интересам. Да, это должно быть единомышленники, которые чувствуют, понимают, имеют, ну, может быть, не идентичные, но схожие цели в развитии. И готовы помогать другим, брать на себя ответственность. Да, если ваш товарищ начинает, так сказать, заблуждаться, ходить, то вы имеете возможность протянуть ему руку, дать свою энергию, свою силу, свое сознание. Не факт, что это поможет. Но именно опыт и разочарование, и победа, вот он важен. Практический опыт. Не просто сожаление, размышление, болтовня, а практический опыт. Поэтому, драгоценные мои друзья, работаем над собой, над своей душой, занимаемся, практикуем, очищаем пространство. Ну, и смотрим, что будет дальше. Так что, видео не для всех. Ну, конечно, его посмотрите. Злодеи, ох, злодеи, как они засуетились, друзья мои. Как они засуетились. Потому что обычно люди чувствительные, ну, как бы разбросаны по этому миру. И их с детства орут на куски. Бесы вот эти рядом, кто оказывается, родственники, люди, да, не понимают, ранят эти чувствительные души, разрывают их. Но кто-то из них, из этих черепашек, этих птенцов, вылетает из птенца, становится на крыло. Кто-то пытается вырваться вверх. Кто-то понимает, что вверх вырваться не удастся, пока вы не начнете помогать другим. В этом, наверное, смысл вашего воплощения в этом мире. И здесь у нас есть шанс отработать все это. Научиться. Не сидя за партой. И там, внимая, читая какие-то толстые книги. А именно душой почувствовать это. Почувствовать важно. Ладно, драгоценные мои друзья. Посмотрим. Посмотрим. Забавно. Как вселенная, да, друзья мои? Я, честно говоря, не хотел. Дядюшку мистикам взяла матушка вселенной за шкерман и ткнула носом. Сказал, пора. Поэтому, друзья мои, я тоже охват... Моя душа охвачена сомнениями, сожалениями, разочарованиями. И предвкушениями победы, может быть. Наверное, в первую очередь над собой. Потому что кого побеждать еще в этом мире? С кем можно соревноваться? Вселенная и так за нас. Только, наверное, с собой. Со своей ленью, со своей косностью, глупостью, со своей гордыней. Вот мы и боремся. Все, драгоценные. Пока, счастливо.